В Московской области выявлен и госпитализирован мужчина с подозрением на сибирскую язву. 22 марта об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Мужчина прибыл из Чувашии. Ну, собственно, об этом повсеместно мы слышим сейчас из всех практически СМИ. По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование, ситуация тревожная. Первые два случая сибирской язвы в Чувашии выявили 15 марта. А Роспотребнадзор опубликовал памятку и рекомендации, где сказано, что это за зверь такой, это сибирская язва. Она не передается от человека к человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больными животными, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов. А также при употреблении местных продуктов с недостаточной термической обработкой. Вот ты на все вопросы ответил. А хотелось бы поговорить с экспертом на эту тему. Это Роспотребнадзор. А если есть эксперт на связи, давайте сниму. Да, на связи. Потому что каждый из этих пунктов, на самом деле, его немножко надо показать. Что такое термическая обработка. Вот об этом давайте поспрашиваем. Георгий Христович Викулов, кандидат медицинских наук, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ, инфекционист и монолог-аллерголог. Медицинский научно-образовательный центр МГУ. Здравствуйте, Георгий Христович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как первый вопрос, это сибирская язва, это вообще все только в кино или какие-то расследования? То порошки кому-то именно сибирская язва рассылают, может это красивое такое название. Ну вот для профессионалов, вот эта весть, она тревожная или как бы в порядке вещей? Ну, дело в том, что даже если мы все вместе будем тревожиться, это никак не повлияет на распространение сибирской язвы. А насчет порошков, ну, на другом континенте имели место случаи в России, подобных ситуаций не было, в Евразии таких случаев не зарегистрировано. Но в Российской Федерации единичные случаи наблюдаются, 3-5 случаев в год примерно. Это заболевание на самом деле не передается от человека к человеку. И вспышки связаны преимущественно с животноводством, с инфицированием домашних животных, реже диких. И вот самый масштабный у нас такой подъем заболеваемости наблюдался в 2016 году, когда был падеж более тысячи оленей. И тогда заболело, насколько я помню, 23 человека, один ребенок 12-летний погиб. Наши специалисты специально выезжали, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Поэтому, да, это заболевание, которое периодически о себе напоминает бактериальная опасная инфекция. Симптомы самого заболевания, первые признаки, потому что я читал про третьим заболевшим Чувашей, у него на ухе что-то выскочило. А в принципе, какие симптомы являются первыми, по которым уже это можно диагностировать? Ну и чтобы не перебивать, в принципе, насколько это серьезная болезнь на сегодняшний день, то есть насколько опасная? Ну, сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, при выявлении которого человек подвергается изоляции в бокс, то есть налагается карантин. И в том регионе, где выявляется случай сибирской язвы, выявляется карантин с последующими противоэпидемическими мероприятиями. Кстати, интересно, что сибирская язва происходит от слова антрокс, это уголь, и это предопределяет характер проявлений заболевания. Наиболее часто это кожная форма с появлением такого, соответственно, темного образования на коже, чаще единичной. Бывает их несколько так называемых сибироязвенных карбункулов, и отличительная особенность в том, что они черного цвета с красным венчиком, но при этом неболезненные. Выглядят ужасно, но абсолютно неболезненные, и это очень характерный признак. Болезнь имеет еще исторические названия, как болезнь тряпичников или болезнь сортировщиков шерсти, и сразу понятно происхождение этих названий. А, Георгий Хрисович, скажите, насколько сложно это лечить, какие последствия, если не лечить, насколько вероятен летальный исход? Заболевания лечатся, более того, существует иммунопрофилактика, лечение осуществляется антибактериальными препаратами в легких и средне-тяжелых формах. Как правило, это не более 10 дней курс терапии занимает. Все препараты есть в наличии в нашей стране, есть богатый опыт лечения этого заболевания. Более того, наши специалисты периодически приглашаются для участия в разборе определенных случаев, в том числе за рубеж. И вот в страны Африки, и в некоторые соседние другие государства. При тяжелом течении лечение может занимать до 21 дня, иногда даже до 30 дней. Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней в большинстве случаев. Поэтому, соответственно, люди, которые контактировали с заболевшими или находятся под подозрением, они на 14 дней находятся под медицинским наблюдением. Летальность существует, но она не такая высокая при своевременном, соответственно, выявлении и лечении заболеваний. При далеко зашедших формах заболеваний. Они могут далеко зайти, но если появились пятна, наверное, сегодня, это же, ну, как минимум странно, наверное, человек обратится. Или когда появляются пятна, это уже и есть та самая критическая стадия, что это надо было раньше выявлять. Нет? При сибирской язве никаких пятен нет. Нет, ну, по-вашему, язвенные язвы вот эти, собственно. Это сибироязвенный карбункул. Это не пятно. Это образование на коже такое очень характерное. Его перепутать практически ни с чем нельзя. Это нужно совсем уметь. Это уже какая стадия? Это манифестное проявление заболевания, острая фаза заболевания. Самые опасные формы существуют при так называемом легочном заражении, то есть когда... Или при генерализованных формах. Но они встречаются меньше 2% случаев. То есть 95-98% это кожные формы. Как правило, заболевание протекает в легкой, реже в средне-тяжелой. Тяжелая форма встречается крайне редко. Кстати говоря, в Ямало-Ненецком автономном округе там была такая интересная особенность. Мы знаем, что там есть оленеводы и характерное употребление сырого мяса оленей. И в том числе выпивание крови, соответственно, убитого оленя. И, к сожалению, среди тех, кто вкушал вот это все, были дети. И вот последний тогда вопрос. Именно с сырым мясом. Да, вот тут в памятке упоминается недостаточно термически обработанное мясо. Вот, понятное дело, сырое это явно недостаточное. А вот что, так сказать, вот это там средняя прожарка, мясо с кровью и так далее. Это как-то можно визуально определить, вот это мясо есть можно, а это нет. Это недостаточное. Визуально это один из способов оценки. Но для этого нужно иметь определенные компетенции и квалификацию, чтобы определять. Это первое. Второе, что не рекомендуется, это приобретать мясо не у фермеров, то есть не проверенное, без ветеринарного контроля. И, соответственно, подобные случаи заражения, как правило, происходят при употреблении мяса диких животных. Или, соответственно, когда животное инфицируется, а человек об этом не знает и осуществляет самостоятельно, соответственно, приготовление такого мяса. Тем более термически необработанно. Ну, соответственно, вы сами ответили на вопрос, мясо без крови более безопасно, конечно, с точки зрения передачи инфекционных агентов различных, включая сибирскую язву. То есть не столько употребление может быть, сколько приготовление блюд может быть фактором риска. Правильно я понимаю? Ну, здесь факторы риска – это не употребление или приготовление блюд. Фактически факторы риска – это почва, вода, воздух, то есть пища, предметы быта, продукты животного происхождения. То есть все это и есть факторы риска. Понятно. Спасибо большое. Спасибо за ваш комментарий. Георгий Христович Викулов, кандидат медицинских наук, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель Герпес-центра медицинского научно-образовательного центра МГУ, инфекционист, иммунолог, аллерголог. Спасибо вам. Спасибо.